Всем привет, дамы и господа! С вами Корестоносец, и сегодня продолжаем прохождение игры Total War Warhammer, компания заорков на максимальном уровне сложности. В предыдущей серии мы закончили на том, что собирались продвигаться дальше на север, в земли скиллингов, варгов, и добить, конечно же, необходимо жалких людишек, Империю. Они там немного сопротивляются, пыхтят, пытаются что-то тут нам противопоставить. Хотел я захватить логово Гнашрака, а точнее колонизировать, но пока не буду этого делать. В городе Хазид Иркулас довольно фиговый общественный порядок, минус 5 покорности, минус 4 динамика, это при том, что там армия сидит. У нас, скорее всего, будет скоро бой в реал тайме. Вот здесь вот около горы Гунбат никак не успокоится у нас. Местные зеленокожие, кровавые пырялы, это вроде бы у нас, да, возродившиеся в 3505-й раз около этого города. Ну и что у нас тут с Имперцами? Да, и гномов нам надо найти, кстати, еще. Все, Карак Хирн, вот эта вот армия у нас тут сидит, Карак Ангажаре, восполняется, готовит налет на их столицу и размазать их необходимо, чтобы они больше не приходили к нам. Ну, первоочередная, наверное, задача все-таки это Империя. Сейчас эти вот армии восстановятся, две, и вперед. Вперед. Вперед труба зовет. В отличие от зверолюдов, в компании за орков, в принципе, все понятно. Дело времени добить остатки людей, гномов и хаосидских этих племен, скейлингов и варгов. Я не знаю, сколько точно ходов уйдет на это. Но не больше десяти, точнее, серий эпизодов. У нас, в общем, убили опять одного из героев. И необходимо нанимать нового. Что еще могут противопоставить нам компы? Только своих агентов. Я только за горка, чуваки. По-другому не играю. Эти армии, в принципе, готовы к дальнейшему продвижению. Вопрос в том, где у людей остались поселения. Все разрушено, я вижу. Ну, неважно, пока бросим скейлингов и варгов. Кажется, мы пойдем с вами... На запад. Это Чаевак остался. Вот этим чуваком я возвращаюсь. Форт Якова. Вроде бы мне не взять этот... Город. Да, это был человеческий форт. Я сейчас двигаюсь армией. У нас такой красодера-жубодера. Каракадрину. Здесь назревает еще одно восстание. Стена есть, но гарнизон-то, наверное, фуфло. Ну, хотя нет. Почему? Можно даже попытаться отбиться одним гарнизоном. В остальных провинциях все вроде бы тут нормально. Армию надо мне вот эту вот восстановить. Вся проблема в том, что если будет восстание, восстановиться-то там будет весьма и весьма непросто. Может быть, лучше в Карак-Унгор сейчас зайти. Это поближе. Мы сейчас подойдем к Карак-Кадрину, и восставшие тут же нападут на эту вот недобитую армию. Нам сие не нужно. Удача. Сказное убийство. 12% Шанс на успех. Издевательство какое-то. А тут вообще шансов нет. Прекрасно. Делаем ход. По балансу сил только Империя сейчас может что-то нам противопоставить. Чего вам надо опять? Мирный договор за 8000. Посылаю вам 26 сантиметров удовольствия в ответ. На такие предложения. Жаг Мясник готов к службе. Да, у нас же о жагах в предыдущей серии снова шлепнули. Кто бы вы думал, его шлепнул? Он не погиб в битве. Его не убили вражеские полководцы, его убили вражеские агенты. И вот тут вот снова стоит вражеский агент. Я не служил, мастер. Таким причесоном. Аля всю ночь занимался гелеукладкой. И как только мы ажага заменим, соответственно, тут же его шлепнут снова. Снова его убьют. И снова направятся отдыхать ходов, так скажем, на 4. Неудача. Неудача. Зачем нам? Убивать вражеских агентов. Они же хорошие. Неудача. Как не хватает здесь кровавого пуха. Компания зверолюдов. Ну, зато у нас есть армия. Компания зверолюдов. У нас не хватает армии. А здесь у нас есть армия, но нету кровавого быка, который просто там коралл. Все, что движется. Я уже направляюсь постепенно к каракхирну. И дальше пойду искать гномов. Надо будет еще тут донанять парочку отрядов, чтобы проштурмовать их столицу. И то я не уверен, если там будет армия, что мы ее возьмем. Там будет фулстяк гарнизон, да плюс еще и армия. Ну что, делаем ход. Нет, пока не делаем. У нас тут опыт приобрел командир. Новоиспеченный. Так, вот Кожагу скачут и... Неужели мы с ним прощаемся на 4 хода? Да, снова к нему бегут. Увидели легендарного лорда. Что, нет? Неудача. То есть один пытался армию деморализовать, второй пытался убить. Причем это агенты совершенно разных фракций. Ну, а им насрать, какая разница. Они увидели, а Жага, значит пора действовать. Нет, я ненавижу агентов в этой игре. Ой, какой упырь их придумал вообще. В таких количествах и с такими... характеристиками. Ух, неужели? Убил кого-то. Правда, он не убил агента, он его только ранил. Полная неудача. Отлично. Радовались пару секунд. Все, хватит. У нас тут очередное восстание, кстати говоря. Перемещаемся в Каракунгор, сядем прямо в городе, донаймем дополнительные войска. Денег у нас, благо, полно. Слушайте, чуваки, вы когда пойдете на штурм? Правда, еще шесть ходов осталось с горя Гунбат держаться. Замечательно. Вот тут вот надо бы построить палатку. Вожака. И ускоряем развитие. Общественный порядок сейчас поднимется, и мы сможем наконец-то этой армии уйти, колонизировать логово Гнашрака. Ну или вариант номер два, сначала напасть на повстанцев, разбить их и освободить наш город. если они сами до этого времени не пойдут на штурм. О, да, жага не достали. Замечательно. Чародей хаоса такой-то, такой-то попытался совершить убийство в такой-то провинции Осланд. К счастью, вора-кореш Карлов по-прежнему среди живых и скоро придет в себя после ранения. Да что вы говорите? Что ж вы говорите, ироды? Я прям удивлен. Как же у них получилось-то? Шансов никакого нету. Прелестно. Хотя божак оторвался, уже хорошо. Там второстепенные, в принципе, командиры-то особой роли не играют уже. Неприятно, естественно, что какой-то опять недомерок приходит и выносят вам войска. Но что поделать? Я уже, знаете, сколько спалил скульев? Знаете, сколько я уже новых купил за это время? Можно было квартиру купить. О! Ух! Шо такое? Ваше войско не заметило вражеской засады. Ни шансов нету. Не видно, что там за, кстати, войска. Он там... Слушайте, он не один вроде как бы был. Мы просто не знаем баланса сил. Так. На вас напали внезапно. Так что преимущество в стороне ваших врагов. Офигенно. Придется драться в реал тайме. Может быть, там, конечно, один культазар гель, но ему уже хуже. Это странно. Раньше такого я не видел. Вообще, впервые за орков я попал в засаду против кого-то. Вроде как. На моей памяти такого не было. Окей, посмотрим, кто у тебя там зеленорожий. Так. Мы идем. И че? Ой-ой-ой. А нам уже хреначат вовсю. Бац. Охренеть. Я... Я офигею. Офигей. А вот они-то атакуют почему-то с двух сторон, а не с одной. Ну ладно, пацаны, всем руки в ноги, руки... В руки и всех мочить. Всех убить нахрен. Стрелков сразу выделяем вот так, упускай стреляют. Все остальные сближаемся и мочим. Еще поглядим, кто кого завалит. Орки так просто не сдадутся. Сейчас что-то здорово коцают. Первый ряды просто трещат. Где у нас? Гримгор. Гримгор. Вот они-то почему-то атакуют с двух сторон, а мы, когда в засаду берем, атакуют только с одной стороны. Это касается правду Зверолюда. Охереть, у нее армия довольно нитилая. Жесть. Вот это пипец попали. Гуляй. Давай-ка лучше по арте, бои, потому что есть деревья в гараже. Надежда еще на паука. Давай, 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 там рыцари на демми гриппах есть. Это вообще жопа, пацаны. И дамы нам походу здесь будут сейчас хана. Я половину войску против них просто не вижу. Там вылетают из леса из ниоткуда. Такие бэтмены. Рыцари, летящие на крыльях в сочи. Хотя, с другой стороны, начинаем побеждать. Но плохо сражаться с тем, кого не видишь. Или не видишь всех до конца. это начало серии, я понимаю. Кто знал, что они там вообще стоят? Гриф уже здесь. Так, две у нас. Гримгор, вали их нахрен. Гримгор, Миры просто охеренные Берегар! Они все лупят и лупят по нам Да, приходится на ливардистов толкать, но... У меня может не самый удачный расклад, давайте попробуем на арбалетчик его направить О, пацаны, держаться! Крытеры демигрифы почти сдохли, но почти, как говорится, не считается Карта заинтересовалась нашими стрелками, это хорошо Не дай им нить! Это у них командира, он тут в толпе в нашей Все сразу в него Блин, еще и сзади атакует Паук повязал здесь стрелковую кавалерию, отлично Мы побеждаем, но че-то как-то, блин, потери очень велики Не уверен я, что он правильно оценивает шансы Пацаны, копейщики, их осталось Четырнадцать! На букву С не бегут Четырнадцать сраных копейщиков с боевым духом там Шестьдесят, дай бог Креймгорд, ты какого хера там делаешь? Убей их командира быстрее! Креймгорд, ты какого хера там делаешь? Убей их командира быстрее! Еще гильз своей магии косует Сбить этого хмыря Ой, неужели они побежали? Не, налетчики еще не бегут Хера не видно Пошли нахер, ублюдки Поймали меня в засаду И сами же всосали Это был весьма поучительный, скажем так, урок Самый херовый, что мне опять сейчас эту армию восстанавливать Пес знает сколько ходов Потому что здесь ни одного ближайшего города нет, который я могу занять А они еще и отойдут Хотя у них большая часть сил погибла, но тем не менее Кримгор выжил и привел свою орду к победе А войска у него были далеко не топовые Тяжелой пехоты было мало Стрелки были, но Такой сутолоке Не знаю, сколько от них было пользы Да, пользы было мало В основном, конечно, тяжелая пехота И паук нарубили с гримгором Ладно, заканчиваем Первая победа Ну, нас было чуть больше, а потери были почти одинаковые Вот такие у них были войска Три отряда демигрифов До хера арты Стрелков Рейсгвардия В целом, в принципе, неплохие Хотя копейщики со счетами Это просто бред Вы сами там видели, сколько их там 14, 13, осталось 12 И они были решительны и непреклонны Даже не собирались никуда бежать Я понимаю, там магия, гельд и прочая херня Но это вообще издевательство Если бы они были под моим контролем Их бы осталось бы там Половина отряда Они уже чесали бы на другом конце карты Но пацаны и черные орки в этом бою красавцы Скажем И соси кренделя Бальтазар гельд И теперь контрудар Теперь мы знаем, где он Надо разрушить провинцию Идем в Ахи Ну и идем дальше А как он тут затаился Это шикарно просто Мастер засады первой степени Такс Из общих Я б набрал Вот этих вот пацанов на вебрях А хотя нет Эта армия будет штурмовая Тут наверное толку от них не будет никакого Пауков 620 Ну вот такая будет тут армия у нас Хватит я думаю Через 6 годов пойдем искать гномов Надеюсь они сами к нам не припрутся раньше Все тут восстанавливаемся Все тут восстанавливаемся Сейчас нас возьмут в осаду Долго вы еще будете здесь держать-то город Уроды Не хотят идти и все Там наверное кучу башен строят опять Лестниц Такс Одиннадцать Если я выйду Все равно плюс один Хорошо там тем более палатка в Ужаке скоро построится А нам надо бы Как-то этот участок Преодолеть Уже прыгнуть не получится Ну давайте пройдем чуть дальше Попытаемся даже вырваться Из этих снегов вырываемся Можем колонизировать город А можем пытаться все-таки помочь Нашим В осаде На горе Гунбат Ну сейчас поглядим Если в атаку не пойдут Я думаю помогу все-таки Сначала разобраться с этими станциями А потом уже проатакуем Непосредственно руины Целью забрать их у местных койотов Технологии Осталась у нас всего одна технология Не исследованы Крепкие тачки Броня Плюс 10 Для колесниц зеленокожих Очень нужная мне технология Нужнейшая Просто учитывая Что у меня нет ни одной колесницы Собираюсь я их делать Вот поэтому Исследую Для Просто масса Бальтазар Гельд отступил Повезло ему В отличие от его армии Крылатый Пегас его вынес А тут у нас предстоит бой Еще один Задуматься проблем Мы его выиграем Даже не думаю я Уверен в этом На второсчете Это был бы слив 99% Потому что там Полосочки были не в нашу сторону Ну а так У нас 30% На победу Нас больше Тем более у них Пехоты такой вот Рукопашной Мало Вряд ли они Сумеют Большими силами Прорваться за стены Или на стены Ну а тролли Че тролли Тролли они и есть Тролли Сыкливые Трусливые Отлично Распределяются Войска Цыкливые Трусливые Абсолютно Бесполезные В атаке Существа Ну как и в принципе В жизни тролли Они такие же Всегда Интернетовские Примерно такие же Они стараются Втихаря Поднасрать Как можно больше И желательно Чтобы их Никто не заметил Типа это не мы Надо подумать Как войска Распихать У нас есть Вот Ночные Гоблины Это на стену В воротах От них Долку Никакого Не будет А на стене Может быть И будет У них Здесь две башни Но я думаю Разберутся Наши Войска Руков надо Ставить туда Где максимальная Концентрация У них Пехоты Где-то вот В эту область Пацанов Один отряд Сюда Другой отряд Да Надо бы Оставить Черных Орков А два Отряда Раскидать Перед воротами Вместе С троллями Не знаю Пробьют Они их Или нет Но лучше Так сказать Подстраховаться Есть Наездники На волках Оставим их Вот тут Вот в резерве Так А вы кто Такие У нас А у нас Еще и паучьи Наездники Остались Прекаянные Начинаем Победа Близка Просто комп Они еще Не знают Намерениях Победить Так Вроде Неплохо Башни Палят Наши По вражеским Хотя 26% Блин Скорострельность Не очень Высокая Они могут Теоретически И дотащить Эта башня Точно Доедет 4% Да 70 Вот эту Должны разнести Которая Приближается К стиле Вот эта Доедет Я думаю Так Все Минус Башни У них Эй Куда Милк Стреляешь Все Развалили Вторую Вторую Кстати Не развалят И вот тут Может быть Проблема Ну черные орки Правда стоят Должны Продержаться Ворота Уже Долбят Я так полагаю Там товарищи Тролли Орудуют Эти ворота Пока еще Не долбят Ну они уже Теряют Видите Силы Отлично 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 В туалете здесь четкие пацаны, но ночные гоблины в принципе должны их удержать, тем более они еще и под обстрелом стрелков. Ставим режим бароны, и если что, то прикроем черными орками. Куча дерьма всякого разного. На ворота нажимаем их. Утого они везде все повязаны, второе ворота пытаются пробить. Неужели они там бегут? Вовсю наяривают. Вот это вот плохо, смогли они оттеснить часть гоблинов, разорвать у них строй, черных можно подключить. Четким пацанами разобраться. В целом пока неплохо. Судается их сдерживать. Товарищ тролли, вы куда пошли? Они сломлены и просто пытаются прорваться сквозь наши ряды, так сказать. Это, кстати, довольно опасно. Они могут остановиться и потом площадь захватить у нас за спиной. Здесь тоже вырывается, кстати, наш рак. Глазодав. Его надо бы завалить. Шансы растут. Уже почти 50 на 50 осталось 650, у нас осталось 1100. Только у нас проблема в том, что колеблются. Ночные гоблины. Вот уже баланс сил склоняется, так сказать, в нашу пользу. Но площадь я не успею захватить, надо только внимательно и следить. Надо вот буквально рядом спуститься и добежать. Составляет никакой проблемы со стены или теми же пауками сбить. Или волками. Вообще не волками, а вепрями. Ну шо, соснули? Да, а думали ведь победят. Наглые хари. Я же сказал, что это будет у них слив. А на второсчете это было бы поражение у нас. Мы сливаем. Вторая победа за эту серию. Ну, первый бой был сложнее. Я в первом бою просто не знал, во-первых, кто меня атакует. И не был готов. Как я говорил, я паузой не пользуюсь. Естественно, 99,9% людей бы остановили бы в этот момент и начали бы разглядывать. А что ж там за войска у них такие? Все бы практики ехали бы. Ну, это казвальщики, а мы ж... Каркорные игроки, поэтому все в реальном времени. И кто бы вам в настоящем бою, скажем так, или в бою с человеком, не дал бы остановить игру и что-то там прокликать. Единственная игра, где я пользуюсь паузой, тактически, это Battleflip. И то, по большей части, из-за того, что в бой красивее смотреть. То есть, если я буду играть без паузы, вид будет только, как бы, с одного ракурса, сверху. Полу-сверху, полу-сбуху. Камеры успевать крутить не буду. А в режиме паузы это можно делать. Тем более, там пауза, она, как бы, не стагнация полная, а с остановкой. Там просто замедляется, скажем так, скорость передвижения юнитов. Но во всех остальных играх я стараюсь находиться без остановок. По крайней мере, в Total я никогда не останавливаю игру. Ибо нарушается динамика и теряется вся, нафиг, атмосферность. Все, выходим. Героическая победа. Вот так вот. 289 потеряли, они потеряли почти тысячу. Ну, потеряли почти всех. Они еще раз нападут следующим кодом, но мы уже на второсчете их завалим. Покорность плюс 4 все провинции, гнев богов. Давайте-ка заплатим тысячу и увеличим покорность. Может быть, это как-то отразится на восстаниях. В общем, бросил город здесь, гильд. Именно. Сейчас будет с вами именно это, чуваки. И всех на корм. И ушел куда-то дальше, на север. Надо восстанавливаться. Так. Восстанавливаться мы будем долго и упорно. Но пока мы восстанавливаемся, я закажу еще одного паука. Шесть ходов все равно придется сидеть. А хотя вот, что мы можем с вами сделать, господа. Дамы. Вот, что мы с вами делаем. Восстанавливаться будем чуть меньше. Посидим где-то шесть ходов. И закажем более, скажем так, совершенные войска. Минус один отряд лучников. Пацанов поменьше, зато чернкорков побольше. Ой-ой-ой, как тут долго. Народ-то будет береться. Семнадцать ходов. Нет, это слишком долго. Это слишком долго. Проще было тогда подождать. А если я здесь перепрыгну, я думаю, что перепрыгнуть здесь невозможно. Может быть, вот на это плато удастся запрыгнуть. И потом к городу Караг-Бувдар. Либо придется сидеть и ждать. Тринадцать ходов. Ёшкин-матрёшкин. Такое мы не подписывались. Все очень долго, орк встроится. Очень долго. Такое ощущение, что я демигрифов заказываю. Так, убираем эти подземные пути. И нанимаем тоже еще пару отрядов. Блин, а в этом городе-то и не наймешь нормальных-то войска. Вот если таких вот пацанов... Да вы издеваетесь. Десять ходов. Это чё за хрень? А из местных могу нанять только четких пацанов. Ладно, я посижу. У меня есть еще армия. Есть еще порох в пороховницах и ягоды в ягодицах. Но тут еще хуже расклад. Но вообще дают на победу процентов 20 на авторасчете. Поэтому пока отказываемся от атаки. Хотя в режиме реал тайм это будет стопроцентный слив у наших врагов. Империя, я ведь иду за тобой. Ты шо думаешь, там спряталась и будешь сидеть? А Жак is here. Мне кажется, они города вот тут вот остались. Вот на этом пятачке просто больше негде. Альдорф. Вот здесь вот захваченные города. Хельмгард. А у Бретони. Тут они оттяпали замок. Скорее всего. Да вам нужны мои вкусные друзья. Мирный договор за 4000. 26 сантиметров вам от ослаб. Завернутые в бантик. За 9000 мирный договор при балансе сил. Я не понимаю. Это они наглые такие или это просто косяк разрабов? У него вообще линию, как бы полоски армии не видно относительно моих. И он мне предлагает на таких условиях мирный договор за 9000. Он че охренел что ли? 27 сантиметров. Тебе надо чуть больше, чувак. 26 тут будет недостаточно. Опять нас тут скачут. Что-то там вроде удалось. Силение в осаде. Да, естественно. Конечно же. Горфак умник по-прежнему среди живых. Скоро придет в себя после ранения. Что ж такое-то? Как же так? Скоро командиры закончатся у меня. И все-таки игра крошенется. То есть... У нее будет ступор. А что же делать, когда закончились борты? Хотя может будет не так. Скорее всего, знаешь, что будет? Они просто их убивать перестанут. У них сразу все их бафы в ноль упадут. И каждым ходом у них будет неудача. Или полная неудача. Когда они перебьют не всех. Так. Здесь мы все-таки колонизируем. Миродишка. Остановимся. Придется опять сидеть. Опять сидеть. Крак-катрин. Уширяем. Вот от этого надо добра отбиться. Это расчет. Повторная атака вот тех вот курей, которые пытались. Кровавый курялок горгумба взять. И надо строить еще один шатер вожака. Плюс девять сейчас. Вот общественный порядок. Все замечательно. Но у нас здесь пока временный баф. Четыре. Но все равно это уже хорошо. И с шатром вожака станет еще лучше. Гномцы снова пришли к нам в гости. Своей микроармии. Ну, честно говоря, я опасаюсь вот при таких вот черточках рассчитывать. Пускай он пока держит в осаде. Пока он держит, мы тут создадим армию и проштурмуем его столицу. Мы еще один город нашли. Паравон. Гернизон слабый. Рядом с ним стоит армия. Может сесть, а может уйти. Товарищ Ажак. Ага, вот еще один город нашли. Мариенбург. Ой, кого мы здесь с вами нашли? И тут целый схрон с агентами. Вот они стоят уприты все. Машут своими топорами. Своими посохами размахивают. Грели бы себя по башке бы. Избавили от придурков бы мир сразу. Так, мы можем издать Эдикт. Правда, нам не сильно это поможет на данный момент. Что тут у нас такое? Квинель. Ну, тут авторасчет. И разрушаем город. Слушайте, я там его вахвить атаковал. Хм, и у нас еще одна ситуация. Нападают варги на наш ваг. Так, куча троллей, куча стрелков. И колесницы. Ну, это, я думаю, авторасчет. Хочу я за ними просто бегать. Вот так, говорит, долгой. Кавалерия стрелковой. Тут надо добить. Готовность к службе. О, тут много всяких разных событий. Давай-ка его и добей. Мы пока посидим. Основную армию еще восстановимся. Минусуем еще один город у Империи. Я думаю, что надо их сразу сносить. Без разграбления, безо всякого. Карнизончик такой. Средненький. 13 тысяч. Заманчиво, но я сразу снесу. Особо мне деньги не нужны. Я в плюсе. Будем действовать решительнее. Замечательно. Нас проатковал, поддержал Гримгор. И у него сбросилась возможность наема войск. Давайте так. Наймем ему 9 ходов. Заодно здесь восстановимся. 6 ходов до полного восстановления отряда. И двинем дальше. По поводу этого паравона. Мы достаем. И можем сразу взять, в принципе, в осаду. Можем ход посидеть восстановиться. Мне кажется, он уйдет. Не станет. Пытаться город защитить. Три хода до пауков осталось. Ширяем палатку вожака. И строим здесь, наверное... Груду блестяшек. Я полагаю, что стена здесь не понадобится. В таком глубоком тылу. Три хода до пауков. Всё, побежали, да. Мы прощаемся с Ажагом-мясником на 4 хода. Замечательно. Кто бы мог подумать, как же так? Это ж просто невероятно. Ажаг-мясник не может быть убит рукой простого смертного. Подходит какой-то мелкий хер, взмахивает своей рукой тощенькой. И Ажаг-мясник на 4 хода отдыхать. О, юбача заказывает убийство. Надо же. У нас тут уже многие готовы к службе. Принять, так сказать, командование. Вот, например, ворак-кореш Карлов. Да. Давай я его замочу. Чё мелочиться? У вас там стоит десяток. Армии нет почти. Ну, есть у них какие-то войска там. 13 городов осталось. Варгов, скеллингов вообще ничего нет. 8 и 11 городов. А нахрена нужна армия? Есть же агенты. Точно. Как я и говорил, с Паравона свалили. Ставили его на растерзание. Уже гарнизон посерьезнее. Но всё равно авторасчёт. 32 тысячи. А вот это вот я ограблю. Всё, что выше тридцатника, стоит подчистить. Я не обиделся. Я не обиделся. О, крошь их всех! Харт разрушен. Многие города они даже колонизировать не успели. Или не хотели. Ладно, агенты бесполезные. Хотя бы пускай поподсвечивают. У нас сейчас будет с вами два боя. Связаны с сражением атаки гномов и повстанцев. Вот так вот, значит, да? Это на кого это нас напали? Это, кстати, напали на армию Ажага. Напали вообще на наше стадо. Точнее, на наш ВАГ. Представляете, какие шансы? Ну, армия весьма неплохая. Полно. Деми Грифов. Пять отрядов. Летчики Рексгвардии. Командиров. Куча. Вот еще один хороший бой. Поехали. ВАГ будет управляться не мной. Но у нас будет армия. Жаль не Ажаг поведет ее на императора. Карла Франца. Так, карта. Довольно-таки неплохая. Я думаю, что говно, но леса здесь... Немного, по крайней мере, есть своеобразное пустое пространство, где мы и порешим имперцев. Погнали. Армия наша заходит отлично сзади. Если наш ВАГ сейчас пойдет в атаку, но... Плаг ему в руки. Мы поддержим. Не пойдет еще лучше, значит ударим вдвоем. В одиночку шансов у него нет. У нас три тысячи с половиной против тысячи героев империи. Ну что, пора отомстить за Ажага, который в очередной раз у нас на курорте в Варпе отдыхает. Там загорает. Набирается сил перед следующим отпуском на четыре хода. Наверное, вспоминает разработчиков, их семьи, там, самыми теплыми словами, которые есть в его орочем лексиконе. В принципе, я думаю, швырялки могут отсюда достать наши эти гоблинские катапульты крылатого рока. А все остальное добро перемещаем вот сюда. Кстати, наш ваг очень борзо понесся вперед. Что я могу сказать? Это просто охренительно. Я не уверен, что он там какой-то великий дамаг нанесет. И пока мы побежим, уже могут быть неприятные. Да, и неприятности нарастают, потому что в игре отступает он. А мы еще не добежали. Просто офигенно. Ой-ой-ой, какого крамсайда? Уже 800 убили. А у них никаких потерь нет. Слушайте, мы сейчас так срем. Но, кстати, на авторасчете там будут точно сливы. Шансы были не в нашу пульту. Надо построиться. Сейчас уже трампом взять не выйдет. Так, стрелков мы можем шлепнуть. Рыцари, блин, на демигрифах. А вот чем их-то бить? Если нашими кабанами. Кабаны, вперед. Пора стрелять. Все, пойдем, отряд. Увел. Ой, как нас тут громцают. Просто пипец. Да, империя показывает зубы. Тик-йорки не выстоят, скорее всего, против бронированных херни. Одна армия просто расшатала. Сначала ваг тупой, который нас не подождал. А теперь так же и нас раскатывает. Какие же они тупые, я имею в виду наши долбаные нудосноютники. У них еще полно героев, вот в чем проблема. Дело не только в их мощных войсках ближнего боя. Бонет сгубают. Ими гриф, кстати, немного панерпий. Они стали такими эмболами. Блин, раньше бандикари бы разорвали вообще пучу. Наколеблются, но они бегут. Наши бегут. Продолжение следует... Продолжение следует... Швырялкам. Пулялкам. А щит все равно, несмотря ни на что. Сраные лебордисты обращают бегство в кучу отрядов! Я фигею! Ой, нет, всё тут. Тут не удалось затащить. Майдир колеблется и все остальные войска тоже. Супить-то я, конечно, смогу, но опять время будет потеряно, и передолбанный. Все тупо разбежались. Доблестное поражение. Замечательно. Я херею. А у них демми-грифы. Да, понерфили их. Они убили почти половину из всех, кого могли убить здесь. Ну и тяжелые мечники накромсали. Просто нечем было встречать. Если были бы пауки хотя бы, мы могли бы их расхерачить. Вот, но без брони вот эти вот дикие орки просто не могут перед Настиском устоять. Отступили, и что дальше? Ещё раз атакует. Нормально. Уже отрядик все объединил. Всё хорошо у него. Чё будем делать? Ещё один бой ему дадим. Нельзя так просто сдаться ублюдку. Потому что на второй счете там будет вообще полный слив. Тут хоть доблестный слив, а там будет полный слив. И, собственно, войска задаром отдадим. Теперь я командую тупым вакхом. Ну, спасибо. Спасибо вам. Пуски дебилов. Чё я теперь с ним буду делать с этим? Сраным вакхом. Вот если бы он нас подождал, если бы это был бы человек, а он ступил бы назад бы, и мы смогли бы армию вместе сгруппировать, я бы пошёл бы его с тыла и ударил бы. Повязал бы его стрелков бы, и, ну, по крайней мере, больше бы потерь нанёс ударив именно с тыла. А так, получается, сначала одних слил без потерь, а потом эта же орава накинулась на нас. То есть он сразу минусанул одну армию, и потом так же нас легко и свободно сказать, прокатил на кукане. Гому это не назовёшь никак. Понятно, что это поражение. Я уже неоднократно говорил, что проиграть можно по-разному. У нас всё ещё больше. Но зато какие у него войска. Давайте тяжёлых мечников стрелять, потому что вряд ли по демигрифам мы пойдём в движение. Которые мечты Давайте-ка вот как раз займёмся ими и грифами и прочей нечистью крайне мере отвлечем их от себя может Карл Франца удастся убить я сомневаюсь но вот неплохо попадает по тяжелым мечникам так с нас войска тупо бегут уже мусливо ждут уроды пока вы ждете я огрохну ваши великие пушки Карл Франц приземлился да Вряд ли удастся Карл Франца навалить такими силами. Вряд ли уйдет! 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 Ну что, Карл Франц и Империя у нас, скажем так, в книге Орочи Хаббит. Я их буду резать медленно, за вкусом. Я найду эту армию новую или ее остатки, в принципе, без разницы. И пущу ее на ремни. Напал не на самую, конечно, подготовленную для такого боя армию. Без бронированных черных орков, без монстров, с тупым вакхом, который, по сути, просрал первый бой. Что меня не подождало. Ну вот, все и разбежались. Но потери мы им, обленные, нанесли незначительное поражение. 273. А так бы у них вообще никто не погиб, а у нас бы армия слилась бы за просто так. И опять долбанные, сраные Димми Грифы больше всего раскатали. Не, их, конечно, понерпили, они дохнут хотя бы, но недостаточно. Были им бой, так и остались. Еще раз сумели отбежать. Слушайте, да он чего, охерел, что ли? Давай 10 раз пройдись, у тебя что, бесконечный лимит хода, что ли? Он прошел, наверное, сантиметров 50 по карте, как минимум. И вот, начинается сразу еще одно же подранье. Бой за боем. Пошло-поехало. Все клопы объединились против мастодонта и пытаются его загрызть по частям. Ай, как вы меня достали, долбаные, сраные повстанцы и имперцы. Ну, ничего страшного. Сейчас вы кусите мощь 26 сантиметров, и потом мы займемся империей. Ну, может, там еще гномы чего-то будут пыхтеть. Мы им пыхтелку отдавим. Всего одни ворота. Если честно, в таких боях даже западло войска расставлять по стенам. Я считаю, такие бои бесполезной тратой времени. Но, к сожалению, на второсчете не победить. Это не, скажем так, атакующий бой, а оборонительный. Тем более, от кого обороняться? От сраных повстанцев. Больше, я думаю, восстаний не будет. Стараемся все это дело проконтролировать. Штелков у нас полно. Ставим каждый в башне. Ну, почти каждый. От пацанов... Побольше. Здесь они вряд ли залезут. Здесь пацанов поставим. Тут поставим четких. Тут поставим тоже четких. Всех остальных четких пацанов перед воротами оставляем. Тролли сюда же. В принципе, вроде все. Погнали. Бой будет простецкий, но его придется провести. О, хорошие башни. Как они жестко сразу пошли наваливать-то по вражеским. Деревянным. И роням сразу минус одна. Вот по этой вряд ли удастся уже отстреляться. Нормальным. Так. Не успеют развалить. Один выстрел. А, нет, не один. Надо было еще один. Скотина. Она выходит из зоны обстрела. Ну, вот эту должны развалять. Да, еще одно попадание. До свидания. Чем мы сейчас с вами занимаемся? Вместо того, чтобы оттоковать грязную империю, мы отбиваемся от очередных повстанцев, недовольных чем-то орков. Ну что, открывайте рты. Пряники полетели. Пряники полетели. Пряники полетели. Субтитры сделал DimaTorzok Чаша, висок постепенно начинает склоняться в нашу культу, хотя численность пока что равна и у нас и у них, но у них уже погибло 600 человек, 600 тел, и ворота пробьют. И количество их тел сократится еще на пару соток. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok В общем тут можно еще полчаса щелкать по событиям Честно говоря мне они уже не прельщают Опять кого-то нас убили Это уже не смешно И можно на это в принципе не обращать внимания Просто выбираешь нового героя и идешь себе дальше Но проиграли мы не по своей так сказать вине Не по своей инициативе Мы проиграли потому что повторяюсь Тупорылый ваг пошел на какой-то хер в атаку Вместо того чтобы отступить ублюдок тупой Просто тупорылый имбецил Сажак Так сажак мясник Три хода еще до него Поэтому ждать мы не станем Так в ближнем бою дисциплина повыше У нас дисциплина покормит провинции минус один Асггок богров Нанимаем Ну и пошло поехало Армию сейчас наймем как можно быстрее Побольше черных орков Все стандартно По нашему шаблону Нагибаторскому Стрелков нам вообще Нахер не надо Все остальное нанимаем тоже черных орков Три паука и толпа черных орков И все И вы победили автоматически Так сейчас эти упырины Опять нас проатакуют Тут уже отобьемся авторасчетом Что с гномами У нас может быть еще один бой с вами Потому что Гномы не готовы сдаться На данный момент А здесь у нас тем временем Я принес вам подарочки На новый год Людишки Допоры Ножи Буловы Все для вас Все для вашего аппетита Разрушаем Конечно Хорошо все Плохо что пол армии сдохла И нас как бы тут опять бы не зажали с вами Поэтому мы сейчас отступим Вновь к Гримгору И будем там восстанавливаться Империи мы навредили Достаточно прилично Хотя у них армии остались 12 поселений у них Еще имеется в загашнике Но когда подойдут наши основные войска И седьмая армия подойдет И настанет большой прибольшой Звездец На ему пацанов Быстрее чтобы было Эту армию надо быстрее отсюда тоже Сдвигать и выводить Пока что вопрос Скеллингов остается Открытым А мы с вами перемещаемся К людишкам Да-да Этой армии я пойду мстить Вместе с Вакхом Радуйся Карл Франц Пока можешь радоваться Сделение в осаде Куча налетов Залетов До свидания Надеюсь мы больше с вами не увидимся Желторотые орки И у нас плюс 10 Динамика общественного порядка Но это пока армия сидит правда Когда она отсюда выйдет Сразу все упадет Гоним на ускоренном марше Ну 0 Динамика общественного порядка В принципе нормально Сейчас мы поставим Второй наверное шатер вожака Может быть поставим Тотем на ускорение роста В любом случае Больше восстаний в этом регионе Не будет В этой серии мы еще отомстим Армии людишек Восстанавливаемся Вот мне вопрос Когда гномы соберутся в атаку Один кстати ход Остался до сокращения гарнизона Херовые новости Ладно придется сделать движение в их сторону И новые и новые армии идут Идут к нам Как я и говорил Хорошо что отступил Он все знает Где у меня слито Чего слито Сколько у меня войск осталось Сколько занялось Ну что У тебя есть выбор Или в атаку идти Или Сосо гудбай Гринезон уже начинает нести Небоевые потери Еще чуть-чуть отходим Назад Соединяемся Магически с армией Гримгура И вот теперь поглядим Как вы упыри меня Проатакуете Гель-то второй кто Какой-то Неизвестный Штик Ранг Синвьюртер Сломай Язык Тер У тебя фамилия У тебя лучше подойдет Ставь Смирну Смирну Так, с плюс 2 динамика, можно поставить стену, ну, наверное, все-таки тотем, точнее, идол, чтобы быстрее развить столицу Караккадрин. Делаем ход. Все-таки гномцы пошли в атаку. И вот сейчас почему-то я вижу, что шанс у меня гораздо выше, чем у них, но до этого был меньше. Давайте рискнем авторасчетом. Незначительная победа, и они все сдохли. Кроме командира. Ну все, пошли их искать. Так, мясник готов к службе. Не к службе, а к дружбе. Еще одна армия у нас готова, и тоже выдвигается. Поставим Ажага сюда, наверное. Хотя нет, красодер, жубодер достаточно уже прокачанный. Командир, вот, заменим. Бугру, бош, кос, нос. На Ажага. Здесь вроде вражеских агентов нет, и сколько-то ходов Ажаг, мясник, покомандует. Пока опять не придет какой-нибудь упырь, его и не шлепнет случайно. Образом. Гора Гром. Еще улучшаем общественный порядок. И, кстати, опять на горе Гунбад он начинает проседать. Меньше и меньше и меньше становится. Хотя динамика пока что положительная в целом. Человечки не пошли за нами, обосравшись своей же собственной крутости. Эту армию, я думаю, не удастся застать врасплох, как предыдущую. Здесь полно черных орков, есть два паука. И демигрифы мало чем им помогут. Бронированные черные орки их перерубают. Я надеюсь, по крайней мере, на это. Делаем ход. Как только наши агенты начали приближаться к границам варгов и скеллингов, они начали набирать войска. До этого они ничего не делали. Экономили бюджет, наверное. Были уверены в своей победе. Ооо, глядите-ка, кто к нам пришел. К жуф-бару тащится армия дикарей. Причем фулстяк. Чтоб опять не сидеть, не ждать, я предлагаю ее достать. Все у нас отлично. Выходим искать гномов. Это с армией, которая нанимается. С армией... Азгока-багрофа. Еще восемь ходов до полного наема. Ооо, сразу захотели мирный договор без условий. Все-таки зачатки разумуты имеются. Самое херовое, что, видите, они от нас отступают. Поэтому, что мы делаем? Я не хочу за ними гоняться. Своей в армии полной. Отправляю туда вак. Сам тогда ухожу. О, тут еще одни есть. Два племени бродят. Конечно, есть люди, есть хаяситы, по сути. Но нахрена они нужны. Есть же горки, самые сильные фракции. Надо на нее напасть. Надо же сделать самоубийственный рывок. К победе в славе. В этой серии мы обязательно найдем гномов. Обязательно их проштурмуем. Хотя бы осадим. Так, все-таки к Жуфару. Отдащились. Я вожак. Вы должны это помнить. Все, кто идет против моей воли, все говно. Ага. Вот я нашел и городишко. Что там у них с гарнизончиком? Гарнизончик говно. Гуанно. Ну, если они ничего не наберут в момент нашей атаки, значит, мы будем их атаковать. Старым, добрым, дедовским способом. Расчет. Прелестно. Конечно же, мы не достаем до этого упыря. Да. Сейчас будем дохнуть вместе с ним стоять. Ну, если они попытаются Жуфар захватить, мы можем, в принципе, отбиться авторасчетом такой ситуации. Гарнизончик говно. Гарнизон, наверное, придется подраться. Ну что, мы почти восстановились. Сейчас пойдем вот этими тремя армиями давать им под зад. Около Мариенбурга. И имперцам. Ну, скачет настоящий полковник. У гномов снова сжалась пятая точка, но при этом, как видим, мозгов у них не прибавилось. За восемь тысяч рублей они хотят мирный договор. Мы исследовали все технологии, абсолютно ненужные последние, которые были. Давайте атакуем гномов. Попытаемся у них опять недомерку бежать. Мы его попытаемся перехватить, наверное. Смотрим, как ты умудришься уйти от нас. Теперь придется из-за этих долбанных собирателей черепов восстанавливаться. Продолжение следует... О, как я и ожидал, мы его подловили. И надеюсь, что все-таки он вздохнет. Да, вздох. И сейчас осталось дело за малым. Только уничтожить их последнее поселение. Всех мигрантов под задмешалкой. Нас могут перехватить. Я видел, они в режиме засады, по-моему, там перемещались. Я имею в виду имперцев. Мы идем аккуратно. Буду бить аккуратно, но сильно. И хлебальничек-то вам всем расквашу. Как я и говорил, шансы уже довольно низки. С армией еще и не... Скажем так, полностью готова к бою. Поэтому давайте-ка мы сначала восстановимся чуть-чуть. А потом уже протокуем вместе с Вакхом. Иначе слишком долго опять стоять и восстанавливаться придется. Продолжение следует... Нападение на войска успех, Даша. Что вы говорите? А почему успех? А потому что мы уже под их столицей. Сопроцентная вероятность. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А у нас покоцанных полно. Что ж. Мне кажется, это надо сделать в реал-тайме. Потому что последний город гномов остался. В принципе, неплохие у них войска. Здесь элита, правда, их мало. Но и у нас тоже побитые. Сейчас мы их по-быстрому подщикаем. Пацаны, достаем заточки и быстро спарываем им кузеньки. Пробиваем ворота. Их-то ближе подходить не будем, потому что... Могут накидать со стены по паукам. Пошла артиллерия у них работать. С пулемета строчат. И только тела черных орков застилают. Перед землю перед их стеной. Здесь вы, ребята, полезете уже, в конце концов. Так, почти ворот пробили. О, пока не подводим. По ним не попали в топу скрылатого Рока. Еще, дебилы, не лезете, алло. Стоят и насасывают крендельки. Довольные. Толпы вражеских термопов. Все, заваливаемся. Стоят и насасывают. Упы, бред. Ваш дивизий, чё ты там делаешь? В проходе, друг другу мешаются только, и толкаются, пихаются. Не, да, наши... Мочти. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй, пошли накидывать свою дерьмону. Вам флухни перего кидать не мешают, случайно? Субтитры делал DimaTorzok 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 У нас еще и убегает один отряд. Да, ну негаданно. Играет музыка! Мастер! Мастер! Железоломы не побегут! Бится, как и Мстители, практически до конца. Да не очень хорошо, как и наш паук Вы что там, охренели что ли? Это что за прострелы такие? Только быстро забежали и убили Что вы можете с одним отрядом Пятью отрядами Пятью отрядами Продолжаем ДИЕСЬ! 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 Все, они начинают колебаться, сейчас там еще пару ударов по их... ...командируя, все убегут. ДИЕСЬ! ДИЕСЬ! Вот и у нас отряды колеблются, потери просто охеренные. Ну, учитывая то, что армия была не фулстяк, спасибо опять вражескому агенту, который нас отравил прямо перед атакой, каждым опять насрав в тарелку целую кучу гномевого дерьма. И все покушали вкусно, ням-ням, и сдохли. ДИЕСЬ! Все, как командир сдох, они сразу... ...сдулись. Скорт мы займем, в принципе, установимся, и без проблем. Донаймем новые отряды, и дальше, дальше на людишек. Минус гнома, минус еще одна проблема. Все ближе и ближе мы к... ...своей победе. Ещё один! Всем Vite! Рад curve. ДИКТА ДИКТА Делаем паштет из гномов Собственно, прямо их броней сварим На их же собственных взрыв-пакетах Из этого чувака уже маринада вылетела Не знаю, там, литров 10 Вы его вообще там убьете или нет? Охрен знает Он растворился, я просто в ворочей толпе, биомассе Незначительная победа 630, потеря у них 676 Ну, у них, собственно, элитные войска были Они были на стенах, а мы атаковали Это всегда более расточительно Даже мощной армии И, по-моему, у них этот хер Каким-то образом из города выбрался Он должен был сдох 38 тысяч Разграбить и занять Давайте разграбим и займем сразу Задание прервано Задание получено Разместить героя и уважа гоблинов в следующей провинции Жубар, идите вы нахер Все, фракция, карак, форн уничтожена Пишите письма Что мы здесь с вами строим дальше? Во-первых, это стена Во-вторых, это Груда блестяшек В-третьих Шестер вожака В-четвертых Наверное, здание, которое отвечает за рост Хорошая провинция Правда, общественный порядок очень говенный Из-за того, что мы тут разорили это поселение Где-то нам сообщили, что видели засаду Никого мы тут путных нанять не можем Дикарей уже достаточно Поэтому больше черных орков Шесть ходов Ну и заодно мы тут восстановимся за три хода Смыкается кольцо вокруг Людишек Скоро мы будем Пировать На их проводах Горку и морку Перепрыгнем следующим ходом Да, армия все ближе и ближе Наша сейчас еще одна донаймется В принципе, мы можем даже нанять и еще одну Три хода ждать И вперед в атаку Жубар что-то можем построить Расширить поселение Че, трусливые имперцы Соберутся дать нам бой-то или не соберутся? Ох, вон оно что Вон оно что Нападение на войска Успех Шахмисник с факхом А, ну нормально Силе восполнится Замечательно Восполнились просто Опять находимся на вражеской территории И у вражеского агента Сто процентная вероятность Успеха Так, продолжаю осаду Жду пока подойдет вак Не буду тут рисковать лишний раз Потерями Вак сливать На этой атаке В нескольких шагах мы от империи Сразу Четырьмя-пятью армиями Атакуем И веселух-то у них Начнется Так У нас тут низкая Воинственность у армии Надо подавить Подавить И потом сесть придется в город Чтобы Восполниться Сможем ли мы отбиться от них Или не сможем Туба молот Есть Стена Но гарнизон так себе У меня есть подозрение Что мы Просрем им на второсчете Поглядим Они в любом случае Пойдут в атаку Сколько мы сможем Продержаться-то Здесь немного Пять ходов Ну, есть варианты То есть Если они не пойдут То И вот армии Мы перепрыгнем И их проатакуем Возвращаться я точно Не собираюсь 164 доход Ну, в принципе Нам этого достаточно Зато у нас армии Самые мощные в мире Опа Опа-на Опа-на Ёкарный папуас Ну, вот Наши шансы Довольно херовые На второсчете И вот Этот бой Может завершить серию Если мы Проведем Очень грамотно И победим То поставим Жирную точку Просто вот На башке У Бальтазара Гельта Сняв с него маску И наступив На нее Могучей Тяжелой Орочей Ногой Слушайте А у нас Вак Входит Подкрепление Что, отдельно От нас Или он просто С нами Будет стоять Сейчас поглядим Ладно Давайте Сражаться Конечно В реал тайме Отступать мы Не будем У нас хорошая армия С черных орков Правда Опять тут Насрали Некоторым в тарелку Неудачно Перед боем Карта Кстати Говно Опять один лес Опять Нихера Ничего не видно Будет Да Вак Вместе с нами Уже автоматически Стоит Шансов У нас Больше Но это Только пока Пока Они вошли Подкрепление Какая Говеная Карта Лесники Что ли Их рисовали Колеса Правда Ничто Не сравнится Поговенности С картами Засад У зверолюдов Это вообще Просто Маразм Кстати Пойдут они В атаку Мы можем Отойти назад И встретить их В более удобной Позиции У меня вообще Есть подозрение Что Хотя Позиция Это не очень удобно Ущелье Здесь было бы С ними Проще Разобраться А так Они будут Выше У нас У меня есть Подозрение Что они Не пойдут Сейчас в атаку Они будут Ждать Своё Подкрепление Минские волчьи Наездники Лучники На волках Вот это Вообще Я не люблю Я вообще Не люблю Стрелков Особенно Не люблю Быстрых Стрелков Что у себя Что у врагов Люблю Люблю их Потому что Они отвлекают От контроля Рукопашной Армии Я не люблю Когда меня что-то Отвлекает Ну что Наставляем Там у них Не супер Конечно Элитная Армия Есть Опытные Войска Их Довольно Много У нас Все равно Больше И вот Мы их Уже Видим Что мы Делаем Они Идут Вперед Значит Пока Стоим Стрелки Куда бы вас Поднять Повыше Идеальная Позиция Для расстрела Была бы Вот здесь Проблема в том Что они там Атаковать Скорее всего Не будут Они будут Атаковать Вот здесь Или вот Вариант Номер Номер Два Вот сюда Вот их Поставить Тоже Небольшая Возвышенность Или Подождите Нет Вроде бы Они Смещаются Именно туда Куда Я и Повел Изначально Мортиры Мортиры По нам Полить Но у нас Выбор Невелик Стоим Получаем Дамаг Но Мы сейчас Находимся В более Выгодной Позиции Мы встали Они двигаются Влетает Тут у них Целая Толпа Налетчиков С рыцарями Империи Не нравится У нас тут Правда Есть для них Сюрприз Шли они Поехали Они пошли в атаку А мы заходим Им с сила Это Артата Сержаная Ключом По крайней мере С стрелками Ухов Надействую Центр прорывает Но они находятся Под обстрелом Своим Плохим Смотрим Мальчиков 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 Более Моя Монстр Тэппи Монстр Мальчиков Валиваем Валиваем Мальчиков Валиваем Все, соснули, да, дебилы? Будете знать, когда наши рубала поднимать свои мечи. Следующий на очереди Карл Франц. Головы потом умрет. Свалка массовая. Вакуум с ним, пацанами, пока дефимся. Здесь их зажали, они уже бегут. Ломленные, давленные в мокрых штанишках. Драк. Победа у нас почти в руках. Перцы пока об этом не знают, переходим в атаку. Силы раздроблены, разбиты. Теперь вот вакуум, управляя Яни, тупой коп. Теперь он работает уже на меня, а не против меня, как в том бою, когда мы проиграли. Что у нас за пуками? Один здесь, и один, давай, сюда. Покур у них по-прежнему. Так, не рейни-пене. По-прежнему! Все, ребята, тоже время. Покурь, Торрянь! Вдох, не рейни-пене. Всех их надо повязать. Ух, хера, это мордиры все еще стреляют. Гоу-гоу-гоу-гоу-гоу-гоу-гоу! Насить эти калибортисты, короче. Шансы начинают колебаться, и у них появляется какой-то определенный микро-шанс на победу. Это компэм просто льстит. Не знает, что я иду. Да вы че, еще не бежите, что ли? Вы че, херели, там зажатые со всех сторон, они еще и не бегут. Так, мордиру вынести, короче. Давайте там останется один олимбордист, и он бежать не будет. Это вообще уже просто издевательство какое-то. Все, триснули. Все, триснули. И начинается мое любимое, в кавычках дело, беготня за толпой стрелков сранок. Я тупо не догоняю. Так, че-то тут снул камеру. Давайте, рукопашный режим, и догоните мне эти говна. Бегу еще. Полчаса за ними гонятся. Пока в угол не зажмем. Бой уже выигран, но теперь идет... Трансунированная бага. Лpeut из них в фонаре. И только в павелах. Павел! Павел, павел! Трансунированная бага! Истаток! Мы просто идем! Мы съемки, Габбок! Не наступили! Правильно, Walker, вместе с нами! Идем их! Стоять! Каждый! Они лучшие! Мы поиграли! Это конец! Ну, какой-то Азаргельд пожаловал к нам на ужин. Ну что, запаслись с терпением, но бегать стоит долгим. Может, конечно, Гельд свалят, и они сдадутся. Пока даже и не собирается. В общем, взлететь. Своей курицей летающей. Ёб, где ты там? Пожаре такой геймплей, это очень интересно. Захватывающе. Что может быть интереснее бегать с пилками? Ой, неужели они сломались? Видать геймплей. Или ранили его, или он ступил. Это уже не важно. Важно, что его маска будет украшать. Теперь трон шатре вожака. Местного Морглуса Злодейского Ума. Или Бартога Мокрого Избранника. Моргкого Избранника. Ну, так как мы их не догоним, я не вижу смысла здесь гоняться за стрелками. Есть тут ближайший? Не, все довольно далеко. Хотя вот этих можно попробовать догнать. Заметались, заметались, пацаны. Знают, куда деваться, куда податься. Гонтр burning rain... ...涓! Ура... ... ... ... СТУТЬ! Видите, здесь ВАК сыграл нам на руку, несмотря на то, что их было больше, чем одна армия, клялись они по полной программе. А в предыдущем бою ВАК тупо не дождался меня, вот что и из-за этого клялись. Здесь, если бы было то же самое, было бы скорее всего, ну может не поражение, потому что у нас была бы сильнее еще армия. Какие-то были не дикари, а черные орхи, но тем не менее, потери были бы большие. А так они довольно скромные, ну ВАК потерял много, но я его и подставлял в основном под удар. Черные и довольно скромные потери для такого боя, на авторасчете это был бы сильнее. Няшка, вкусняшка, я же сказал, что в этой серии я вам отомщу, я отомстил. Это была не армия Карла Франца, но это была армия людей, плюс мы гномов добили. Делали уже большое дело и еще один солидный шаг к победе. Первая победа, ну это из-за ВАК опять же, который потерял просто да хера. Вот он 1400 потерял, основная армия потеряла всего 375. Но они потеряли 1800, 1900 даже. Нормально. Тазар Гельд погиб, но он не погиб, он был ранен. Мирный договор хотят собиратели черепов, а давайте мы согласимся. Они снимают осаду, меньше проблем будет, может быть на кого-то другого сагрится. Я думаю, все равно они нападут на нас рано или поздно. Нападение на войска, опять успех. Слушайте, вы охеряли что ли? Я почти никого не потерял в бою, но этот сраный агент мне выкосил полармии. Вот это вот не потери в бою были, это опять саня которую он налил нам в тарелке. еще одни дикари появляется нормально с одними заключили договор мирный и тут же появляются узлы на башке опять рядом с нами других местах они не появляются идем идем перри армии это все меньше и меньше шаги все страшнее и страшнее раздаются в тишине разрушаем на 9 теперь только смерти империи что там у них с войсками один из поселения есть еще армия это бродят ходят они нас продолжат травить а ну тут маленькая у них армия из агентов состоит как бы не подловили бы они нас тут а я почти уже в принципе добрался прикрою эту армию давайте сделаем ход и серию завершаем чего тебе нужно территории у них разбиты вообще разным участком карты да пошел ты за 7000 28 сантиметров я тебя целую полакомись и еще один недомерок бежит и еще один все пошло поехало но империи хотя бы армии есть с ними интересно в плане того что бои происходят не только на глобальной карте когда ваши войска то травят то убивают лордов здесь еще и на поле боя сражаемся полная неудача вражеские агенты начали ошибаться со страха навалили в штаны направим хотя вак нет пускай отойдет к армии может пригодится имперцы вы видите сколько орков к вам идет вы видите сколько сынов горка и морка по вашей душе собрались что вы будете делать вам остается только одно бежать бросать свои города и бежать трусливо поджав хвост и мы вас все равно найдем и догоним но вам хана ну что ж предлагаю на этом моменте серию закончить в принципе месяц частичная состоялась дальше будем мстить уже более жесткая я говорил там карл францу предстоят невеселые времена все это уже будет в следующем эпизоде если серия вам понравилась не забывайте поставить лайк подписывайтесь на канал если еще не подписаны на основной дополнительный вступать в нашу группу вконтакте оставляет свои комментарии на сегодня все с вами был крестоносец всем удачи до новых встреч пока пока